Биография лагерной жизни Биография лагерной жизни Биография лагерной жизни И, кстати, у меня есть подписчик, Ваня Коуч, он мне подогнал пару вот таких вот блинов чайку, чая, пуэрчев. Давно, на самом деле, не пил пуэр, не особо его часто пью, не то, что не люблю, а как-то предпочитаю улун, либо обычную индюху, но прям с удовольствием на стримах распечатаю и за ваше здоровье подыму. Вот здесь оставлю скриншот, есть группа ВК у Вани, можете заходить, скажете от меня, нарисует вам, надеюсь, скидку. Братан, спасибо огромное, он часто ко мне заходит на мой второй канал, у меня есть второй канал, кто не знает, игровой ретро-гопник, там я каждый день стримлю, стримлю видеоигры, разные новинки, иногда даже ретро, вот, поэтому, кто хочет чаще видеться, обсуждаем мы там разные темы, несмотря на то, что играем в игры, по ссылке вы найдете этот канал, а мы, что, погнали. Короче, второй срок, я рассказал, как я сидел на тюрьме, закрыли меня с моим подельником, с близким, ну, с другом детства, ну, с другом, с потребителем, с Кирюшей, он был у меня на канале, но он умер вот тем летом, и пока мы сидели на бутырке, мы, как бы, так, парой маляв опрокинулись, и все, люма, грызет, представляете, стул, на котором я сижу, рубит ветку, на котором сидит, сук режет, вот, и мы с ним не виделись, ну, и практически не общались. Когда меня судили, я там сидел в осужденке, вот этот инцидент с колбасой, который меня, ну, фактически скрытили блатные, и когда нас все, короче, ну, меня заказывают на этап, я не помню, я там знал, что в Ярославле или нет, и, на самом деле, про Ярославские зоны ничего не знал, то есть, как бы, вообще, понятия не имел, не слышал, я слышал про Рязанский, черный, Адриаполь, там, в Твери в свое время, бла-бла-бла, но Ивановские, да, но, как бы, про Ярославский ничего не знал, я не помню, ну, сразу ли я знал, либо там уже на сборке нам сказали, что Ярославль, ну, факт в том, что на сборке я славливаюсь с ним, с Кирюшей, то есть, и дальше, на протяжении всего этого цикла, я буду называть его Кирюха, Кирюша, это значит, речь будет идти в моем подельнике, он младше меня на три года, ну, я его знаю с детства, да, мы в одном подъезде выросли, срок у него был восемь лет, и тоже общий режим, и нас, короче, у меня два с половиной года, и нас, короче, сажают в одну осужденку с целью везти вместе в лагерь, прикиньте, то есть, ну, как бы, на самом деле, до того, как вас осудили, подельники сидят в разных хатах, ну, чтобы они, типа, там, не сговорились, ну, не повредили следствие, а когда вас осудили, всем уже похрен у срока есть, на самом деле, было радостно увидеть, несмотря на то, что мы это время полгода не общались, все равно, там, человек, с которым ты связан, там, очень многими воспоминаниями, в том числе, с детства, и торчали мы вместе, и делюга, вот это у нас, много хуевертили в свое время вместе, вот, это прикольно, короче, повезли нас в Ярослав, Ярослав нас везли на Столыпине, и нас привезли сначала на тюрьму ярославскую, и мы сидели, как бы, на этой, этого, а подельник мой тоже нарк, я не знаю, торчал ли он на тюрьме или нет, но фишка в том, во-первых, когда он сел на тюрьме, у него умер отец, как говорят, как говорят, он, ну, забили менты насмерть, но я знаю их семью с самого своего практически рождения, да, там, семья такая, сын торчал, дочь бухала, мама тоже, ну, бухала, да, отец, там, тянул на себя всю семью, он там, ну, разными делал, только какие-то коммерции, то есть, какими-то бандитами, говорили, он работал, короче, и, ну, вот, в такой семье жить, периодически он тоже загуливал, потому что это невозможно, не знаю, короче, но он, все вот это горе, да, он пережил, еще будучи на тюрьме, то есть, ну, когда мы увиделись, он уже, видать, блядь, ну, фу, это фу, что такое? Кстати, просто грызет все, блю, вот эту вот собаку, убью, я тебя придавлю, Лёва, ты понимаешь? Вот, привезли нас, короче, на тюрьму, ну, на сборку, ну, типа, на пересылку в Ярославле, оттуда мы ждем уже там, ну, это самое, тогда всех будут развозить по зонам, в Ярославле в городе две зоны, ДОП и ЮДОВО, ДОП, она тогда была, она такая более режимная, режимная, а ЮДОВО, то есть, вообще, то есть, там, ну, блядь, режима не было, то есть, вообще, то есть, ну, это как на воле, жили как на воле, что хотели, то и делали, ну, единственное, на проверку собирались там, вот, и мы, короче, сидели на, и вот на этой пересылке уже вскрылось его наркоманское нутро, блядь, какой, а я, я говорю, я, мне бабки не передавали, ну, я, как бы, торчу, торчал с детства, да, и, ну, вам, давно уже поняла, что если я прошу деньги у него, значит, на наркотики, неважно, на что бы я ни попросил, я не помню, что у него, у него, короче, было, ну, я не помню, блядь, откуда у него деньги, или у него шприц какой-то был, фишка в том, что он там с каким-то грузиной, что-то там, вот это, блатата, давай мутить, и он как-то в эту тему вписался, и что-то, то ли он, блядь, баян, и, короче, он пошел вмазываться и проебал баян, у него баян упал, то ли в этот, ну, а баян был единственный, то есть они кололись по очереди, баян был единственный, он то ли упал на дальнейшую, как, короче, ну, как-то проебал, то ли иголку сломал, блядь, а еще остался один чувак, который у них в мутке участвовал, но он вечевой, и баян у него, ну, понимаете, шприцы, да, это, как бы, ну, вещь, в аптеке пришел, купил, а на тюрьме, извините меня, как бы, ну, такая редкость, ну, как бы, там, где угодно не достанешь, блядь, как на него орали, и фишка в том, что, получается, они все могут мазаться, но, как бы, только уже вечевым, не помню, там, вмазывались они после вечевого или нет, ну, я в 99-м году вмазывался, когда торчал, ничего не останавливает торчка, вот, и я понял, что, как бы, а мы ехали в лагерь, где этой ширке было немерено, я прям понял, что он там впорится, он такой тоже наркоман, он с 12 лет употребляет, и, ну, то есть, как бы, фактически в этом вырос. Вот, я помню этот инцидент, я помню, на него орали, он сказать ничего не может, вроде вмазанный уже, уже, типа, похуй, да. Короче, привезли нас в лагерь, и буквально на несколько дней нас расселили, ну, типа, как на карантин, как везде ты приезжаешь на карантин, короче, и, как его, приезжаешь на карантин, ну, и ты, ну, точнее, на зону, ты на карантине должен посидеть где-то неделю, где-то две недели, на красных зонах, как правило, это используют для того, чтобы, ну, тебя прощупать, ну, как бы, что-то отказнить, нет, там, на работу сразу, кто-нибудь, 106-ю, ход с работы, а здесь, ну, просто, видать, так положено, я не помню, сколько мы там сидели, но я помню, я рассказывал, по-моему, эту историю, а карантин был в буре, бур, ну, это барак усиленного режима, да, где сидели отказники, блатные, там же ШИЗО рядом, там же карантин, двери открыты, то есть, по идее, бур, это тюрьма в тюрьме, двери закрыты, туда сажают штрафников, так же, как ШИЗО, тут открыто все, то есть, просто, вот, ходят, ну, то есть, блядь, режима нет вообще, грубо говоря, мы, там, карантин, там, в двух хатах, там, ну, нас привезли, ну, допустим, там, 8-10 человек, и в двух, ну, в остальных, там, хатах каких-то блатные, там, нам сразу принесли чай курить, траву, короче, притяните просто, блядь, я сразу понял, что, блядь, зона была, а я же уже четвертый раз сел, до этого сел на строгом, ну, на очень режимной зоне, я, короче, ну, не помню, там, на следующий день, чего, и такой раз, ну, просто хожу по этому продолу, там, и смотрю, короче, ну, такой шнырь блатных, что-то им готовят, я что-то подошел, что-то пару слов, и с ним перебросился, здорово, там, что, как дела, что там, ну, блядь, просто что-то там, блядь, не помню даже, о чем спросил, ну, на строгом режиме, там, да, блядь, похуй, кто ты, или, там, на полосатом, шнырь, там, завхоз, петух, да какая разница, если тебе надо что-то спросить, подойдут, спросят, со шнырями чиферят, блядь, ну, то есть, как бы, завхоз, блядь, вообще, похуй, ну, люди уже, блядь, ну, пересидки многие, уже, уже не до блага, а тут общий режим, я что-то с ним перебросил, самим он проходил, короче, какой-то тип с этого блаткомитета, и меня такой, ну, и как-то раз на меня посмотрел и ушел, и через пару минут меня зовут к себе, типа, пойди, ну, и что-то со мной разговаривать, вот, а что-то с ним общаешься, я говорю, а я, блядь, не понял, я говорю, в смысле, ну, я что-то спросил, там, хавку, блядь, там, что, как, он говорит, типа, а что к нам не подошел, я говорю, ну, как бы, блядь, что-то про еду спросил, ну, что я буду к вам, говорю, вы, блядь, люди, еб-то, вопросы решаете, я буду к вам подходить, спрашивать, типа, что там, как картошки там достать, блядь, ну, блядь, а помните, я рассказал, вторым сроком ко мне одна ночь для освобождения оставалась, я, блядь, ну, там, меня должны были переложить со шконки на шконки, ну, там, я на блатном месте спал, Меня блатные попросили переложить А я сам просто пошел, там перетинул Куда-то на свободную, да меня доебались Какого хуя в обход блатных Я думаю, еб-то, блядь Ну типа, как не блатные, реально завхозы Ну а по факту, да, блядь, потом в режимных зонах Эти же блатные, сука, одевают повязки И завхозят Ну это, блядь, не все, ну, блядь Я говорю, а что такое-то? Я говорю, я сидел в лагере Вот, блядь, ну, я говорю, а четвертый срок Сижу, ребят, блядь, ну я подошел, шнурю Че он, блядь, это ж не пидор, я ж с ним не покурил А где сидел? Я говорю, в Мордвее Как я говорю, ну, блядь, как Зона режимная, блядь, через тряпку Поднимался, я говорю, да, еб-то, я говорю, да все Я смотрю, прям, вот, блядь, блядь, буду А я такой же, ну, как бы, говорить умею Плюс они, видите, я сидел и уже, блядь Я прям понимаю, что если бы Я там первоход, там, второход, меня бы нахуй сожрали А так мне, типа, слушай Ну ты это, у нас тут свои правила Мы понимаем, там, строгачи, не строгачи Ну давайте, типа, блядь, это Я говорю, блядь, все, понял, нахуй, все И там среди них был, типа, полигон Такой, не, типа, гонял У него была, он умер потом Он потом, спустя года полтора Блатной он проиграл, не смог отдать И повесился, чтобы не двинуть И он как-то, вот, блядь, он среди них Такой, больше, ну, примерно мой ровесник Был, ну, блатота, блядь, первый раз сидел И, короче, ну, как-то, вот, блядь, не знаю Я вот понял, что я ему особо не понравился Ну и все, короче И, ну, все, мы там просидели Там несколько дней И нас по баракам, ну, раскидали Причем мы пойдем Он первый раз, я-то, блядь, понял Зона, ну, все, свободно Я-то нормально, я уже там, блядь, пятый лагерь мой А он первый раз И он, и нас, там, причем фишка такая была Ну, вообще, в зонах, ну, кто сидел и знает Первый отряд, это, как правило, обслуга, инвалиды Ну, такой, там, красные А здесь первый отряд был, ну, там, блатные Блаткомитеты Потому что зона такая была, что красные петухи Их вообще, там, условно, за людей, там, не считали, блядь Хуй знает, где они жили по каким-то коптеркам Просто, если я буду говорить, там, в первый барак Блатным, ну, чтобы мы понимали, что в зоне так было Я помню, я был, блядь, не спиздить По-моему, в третьем, короче И можно было похуй, в какой тебя барак назначали Ты мог все равно спать в каком-то одном Идешь к смотрящим и болтаешь И я, мы пошли там, у нас за отрядом смотрел Хусей Я рассказывал про него, чеченец Прям, блядь, вот, ну, знаете, человек пиздец Просто вот, ну, добрейшей души человек Я не знаю, сколько ему лет было Может, 32 на тот момент Ну, там, старше меня, там, лет на 8 Может быть, 35 Ну, прям, ну, короче, я к нему, типа, говорю Хусейн, можно, ну, типа, подельник Как-то его сюда перетянуть Он говорит, да, ну и все И мы в один барак заехали вместе, блядь Ну, я помню, он, он вообще в ахуе Не знаю, не понимает, что Я сразу, раз-раз движух, что-то с пацанами Где, что А, ну, когда ты, блядь, уже, там, строгач, блядь Тебе уже похуй, типа, там, ну, знаешь Знаете, там, вот это, блатные Ты понимаешь, это все там узнается Быть, быть, где быт Где там, блядь, че, с кем, как, блядь Че-то, а у этого подельника моего Ни ложки, ни хуя Я ему что-то, ну, в бытовом плане Пиздец как помог Он потом заторчал, там, с блатными связался Ебало воротил от меня Ну, как бы, я его знаю, Кирюша Ну, знал, он умер, блядь Такой всегда был, ёпта Распиздяй Вот так, вот так мы поднялись в зону Заехали, пиздец Там, че только не было, блядь И с этим полигоном у меня потом контры были Там реально меня могли въебать, блядь Причем не за хуй Как, помните, Чичиков говорил За правду Пострадал по службе За правду За правду, блядь Ну, короче, пиздец Там, общий режим, блядь Черная зона Кто знает этот пиздец Такой бардак, блядь Сейчас вспоминать ржешь, блядь Тогда было нихуя не смешно Поэтому, еще раз говорю Все эти истории должны оставаться историями Которые вы смотрите Там, слушаете от меня Или там, от Миша Плюшки Еще от кого-то Но, блядь Проживать все это, нахуй Нет Лучше самый хуевый день, блядь На свободе Чем самый пиздатый день там Вот так Благодарю ребят, которые подписаны на Бусти Блядь, редко им занимаюсь Прям огромное спасибо Тем, кто донатит копеечки на стриме Кстати, роликов Ну, последний ролик опубликован был Больше недели назад На этот момент Но я ролики выкладываю через телегу Если подпишетесь, можете их смотреть Они очень долго ждут одобрения Ютуба Причем, я могу выложить подряд Первую, вторую, третью, четвертую серии Связанных хронометражом А одобрится сразу третья Первая А остальные я жду Поэтому Ролики выходят Выходят регулярно Просто смотреть их можно по ссылке А ссылки в телеге Вот Каждому, кто смотрел этот ролик Я желаю всего самого хорошего Здоровья, счастья и личной жизни Бабла Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok